Мне приятно прочитать доклад госпожи Ниоли Лауренькини. И последние два года мы с ней делали общий проект, связанный с календарными обрядами. И также с обрядами, связанные с богиней-матерью Жеймини. И некоторые вот эти обряды, которые мы нашли, и которые зафиксированы, завтра вы сможете увидеть в моем фильме. Балты и славяны с древних времен верили, что просыпающаяся весной земля открывается, отмыкается, а осенью она закрывается и исчерпав все свои жизненные силы и готовясь к зимнему сумраку и холоду. Во время изменения природной ситуации ей необходимо было на соответствующий промежуток времени затвориться, испытать пассивное состояние, отдохнуть, чтобы весной ожить для нового цикла создания земной жизни. Концепция отмыкания земли весной и замыкания осенью может быть реконструирована только приблизительно из-за скудного количества фактов литовского фольклора, связанных с данной темой. Кое-где в Литве говорится, что земля начинает отдыхать тогда, когда ее сковывает холод, а именно на День Всех Святых, 1 ноября. Перед днем поминовение усовших, велинис, Землю нельзя трогать со дня всех святых, чтобы она отдохнула бы. Однако чаще всего конкретная дата замыкания земли называется лишь приблизительно. Она связывается со временем поздней осени и началом зимы. Некоторые сведения о замыкании земли можно извлечь из фольклорных нарративов о залезании змеи в землю осенью и вылезании весной. Мы как раз в прошлом году с Ниолей Лоренкене записали очень такое интересное, довольно-таки редкое сказание, когда человек идет по лесу и видит, что ползут много змей. Они доползают к такой норе и что-то нюхают и лезут вниз. И так они все приходят до норы, нюхают и лезут в эту нору, нюхают цветок. Человек подошел к этой норе и думает, что же они там нюхают. Понюхал этот цветок и, как говорится, заснул и спал до другой весны. Вот это такое интересное сказание, которое довольно-таки редкое. Данные сезонные действия змей могли быть связаны с комплексом представлений о замыкании и отмыкании земли. В начале осени змеи залезают в землю примерно в день католического Рождества Богородицы. 8 сентября. Праздник Шелиня. Одинас ленда в землю апель Матки Божьей. Змеи лезут в землю, о колодне матерей Божьей. Айсио Анас одина в землю 8 сентября. Так там эта змея пойдет в землю 8 сентября. А что на руках сей аж пожели гевяте с лендой жеме, тогда буна ювестувес и повестувес лендой жемезна. 8 сентября вас пожели змеи залезать в землю, тогда бывает их свадьба. И после свадьбы они лезут в землю. А уже страшно тогда делается. Я не знаю тоже, иду в лес за ягодами клюквы принести, как я зашла в лес. Ой, Иисус, Иисус. Одна с другой, одна с другой измери перевиты, только шипят в Адутичском районе, восточная Литва. В другом случае говорят, что после католического праздника воздвижения Святого Креста 14 сентября пропадают все змеи. После этого праздника ни одной из них не найдешь. Все спрятались. Стугляй, Утинский район, это тоже восточная Литва. У славян в осени исчезновения змеи на поверхности земли связывается день воздвижения Христа Господня. 14 сентября или 27 сентября по старому стилю. Представляли, что в это время змеи уходят на зимовку до Благовещения 25 марта, дня Святого Георгия 23 апреля или дня Святого Руфа 8 апреля. День воздвижения Креста Господня в однородном календаре восточных славян означал начало осени, а вместе с тем мог восприниматься как время замыкания земли. При этом западные славяне верили, что земля засыпает на зиму намного позднее. Во время предрождественского поста, то есть на адвент, говорится, что с этого времени земля обмирает, болеет, спит, отдыхает и поэтому запрещается выполнять любые земледические работы. Таким образом, период замыкания земли, его начало как в бальтийских, так и славянских верованиях определяется неоднозначно. Определение конкретного времени и обстоятельств отмыкания земли весной в литовских верованиях варьируется. В юго-восточной Литве оно связывается с первой грозой. Перкуна сатракина землина, перкуна саткрывает землю. Это Шальчининский район, Миштунэй. Але цикап ажу-граузе граузмас, тогда сако, ой, ожу-граузе. Тай уже амитракину, тай уже дар аукжолей. Але только так загримит гром, вот тогда говорят, о, уже загримел. Так уже землю отомкнул, так уже будет трава расти, жижмей. Праздник Благовещения при Святой Бегородице 21 марта в Литве называется Гандринес, Бловещи или Звестовонья. Также мог считаться днем отмыкания земли. Однако данная концепция мало обоснована литовскими данными. Зато в славянском фольклоре раскрыта намного ярче. Рассматриваемая ситуация была основным славянским праздником, связанным с концепцией пробуждения земли и раскрытия ее глубин. В одном из украинских верований, Уманский уезд, говорится, как рассказывают старые люди, на Благовещение из земли вылезают ужи, раскрывается земля и начинают расти деревья, трава, растения. Старые люди кажут, что уже в Благовещение вылезают ужи наверх, отмыкается земля и растения, и трава, дерево, починая расти. У южнославян широко распространено верование, что весной открывается земля и небо, выпуская на проросты земли не только разных живых существ, насекомых, птиц, но и души умерших. В литовских верованиях, связанных с этим днем, в большинстве случаев акцентируется змея, которая, видимо, приблизительно в это время вылезает из земных глубин и становится опасной для людей. Геватя сижамя сленда перзвеставоня. Змеи из земли вылезают на звездование. Геватя сижамя сленда перзвеставоня. Так нельзя, до 25 марта, нельзя палакнессить. Палашули ее несколько дней, потом пашолбрат, паленится, или жизми я возле паленится, куда палку бросил. Апришки мас, панелия, швинсиявсиос, как Гимск Р. Звеставоня, то не может отнести ни одного из каши. Если не только из каши, то и из каши, если не посеим, а и отнесет. Благовещение при святой Багародисе, что Родисса Кристус Вистовоне, так нельзя никакой палок принести. А если принесешь, не только отнес, а если принесешь, возьмешь палку и принесешь, змея придет, онюшкис. Как отмечает Ангелия Вишневская, жители местечка Тверячус закапывали под порогом хлеба случайно найденную в этот день змею. Они верили, что в таком случае змеи не будет жалить домашних животных. Змея – типичное животное земли, репрезентант ее подземной области. Вместе с тем змея была тесно связана умершими, могла восприниматься как инкарнация души предка. Здесь интересно, что как раз на Восточной Литве я записала такое сказание, и не одно, что когда умерла мама, и дети начали во время похорон спорить, как делить там все имущество, как делить землю, вдруг из-под гроба вылезла земля и начала ползти. Все начали ее там ловить и смотреть, а такой старичок говорит, посмотрим, где она идет. И она как бы вот пошла по полю, и все увидели, как вот это поле она как бы вот разделила, как разделить надо было это все имущество. Для латышей исключительно в рассматриваемом значении был день Святого Бенедикта, 21 марта Биндус Деэна. Приблизительно в это время должны начать шевелиться черви, муравьи и тому подобное, которые залезли в землю. Таким образом, в день Святого Бенедикта оживают мовавшие в земле насекомые и показываются на ее поверхности. А это, вероятно, было возможно только тогда, когда земля весной освобождается от сковывавших ее мерзлоты. Однако в Литве открывание и отмыкание земли чаще всего связывается с Днем Святого Георгия Юргинес, а роль основного его отмыкателя выполняет Святой Юргис, Святой Юргис, Святой Георгий. Это отражается в следующих обрядовых песнях Юргия Герас Вакарас, Юргия Паимк Рактус, Юргия Паимк Атракинг Жеми, Юргия Ишлеиск Жалалей, Юргия Жалалей Шелкини, Юргия Расалей Медуоту, Жалалей Бус дель Аркли, Расалей дель Вершели. Юргия Хороший Вечер, Юргия Вазми Клиучи, Юргия Атамкни земли, Юргия Випуститраву, Юргия Траву Шолкову, Юргия Расы Медовая, Трава боди для лошадок, Раса для тилеток. Вторая песня Юргия Ишлайск Расалей, Юргия Атракинг Жеми, Юргия Вильгик Жеми, Юргий Желдинг Жолали, Юргия Випустит Расу, Юргия Випустит... ...отамкни землю, Юргия увлажни землю, Юргий расти траву, Юргий расти траву. Вėravanė, Павторе, Юргий, 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 Юргийний Атрас заставя, Юргий, Юно «Атраспортено землю, Юргий, Юргий отрама землю, Юргий, Treeanium мир – Юргий, Юргийний Атрас – Но, как декiveness не могу рассказать. Говорят, что Юргес землю отмыкает, однако почему и как именно, так не могу рассказать, как это бывает. Швентас Юргес от Ракина Жемину. Святой Юргес отмыкает землицу. По мнению Греймаса, тексты Юргинес с подобным содержанием демонстрируют антромоформное соединение святого Юргеса землей. И именно Зиминой Жеткелеле. Песни похожего содержания поют и белорусы. Юрий, уставай рано, отмыкай землю, выпускай росу, на теплое лето, на буйная жита, на ядранистая, на колоссистая. Песни Юргинес в Литве больше всего распространены на территориях, гранищихся с Белоруссией. Швенчонский, Островский район, Шельчининский район. Отдельные варианты зафиксированы в Ингдалинском, Биржайском, Варенском районах. Округа Мартинконис, Америкиния. А также в Вареновском районе Гронецкой области Белоруссии. Это по данным картотеки литовских народных песен Института литовской литературы и фольклора. В некоторых описаниях обычаев Юргинес отмищается, что кто пел посвященный Юргису писнопение, и где провадилась данная бреда. Юргинес гедамо с ужлипос антворос и бутинай антву твариу, курios ира паругеи. Юргиньи гаидоимаи тесдавоси 12 дн. Пер тас дн. будово, гедама вакарай, сприетемой. Юргинес пели в забравшис на забору и обязательно на те забору, которая находится уранжу ново поле. Писнопение Юргинес прада жалис 12 дн. ваисидни пели павичирам. Адутищкис. Мергелес и яунос мотерищио швентес ищвакарес, кур нетоли луку посилипей, аукщио, антворос, аншиауду кугё, bet не висада, бобос седен, унраво при цилталио. Гедодово Юрья, падуок рактус. Девочки и молодые женщины накануне этого праздника где-нибудь недалеко от поля забирались повыше на забор или на стоп сена, но не всегда. Бабы сидели наравне возле мостика и пели Юрья, подай ключи. Особый случай, когда песнопение Юргинес пели, обходя ржаное поле. Гервичио пилинкесе Петрику каиме, апваикшедомас рубиус, мотерис гедодово Юргий тєва шауке, Юргий тєва шауке. Юргий падуок рактус, Юргий падуок рактус. Жемели отракинтия, kad жолели аукту. Диривни Петрикаи, откуда гервичио и женщины, обходя ржаные поля, пели Юргис, отец зовет, Юргис, отец зовет. Юргис, подай ключи, Юргис, подай ключи. Землицу отомкни, чтобы травушка выросла. Таким образом, носители фольклора все время подчеркивают, что пение, песнопение Юргинес было прерогативой женщин и девушек. Данные обряды они выполняли на природе, чаще всего взобравшись куда-нибудь повыше, на забор, сток сена или просто обходя вокруг женных полей и тем или иным образом призывая Юргиса отмыкателя земли, потому что только после раскрытия земли возможно вегетация растительности. Святой Юргис Георгий – довольно поздняя замена более раннего языческого божества. Рассватриваемый святой, принадлежащий не только бальтистской, но и славянской, а также некоторых других традициям, является архаичным мифическим персонажем, овлаченным в христианские одежды. В первой половине XX века была выдвинута гипотеза о связи святого Георгия и его предшественников с концепцией умирающего и воскрешающего божества. Это декларировал известный этнограф Джеймс Джордж Фрезер. Анализируя архаичные обычаи сирийцев, он упомянул, что соответствием Адониса в более поздние времена стал святой Георгий. Греческий Адонис – бог финикистско-сирийского происхождения, распространённый во время региона Среднеземного моря, функции которого были связаны с явлениями роста растительности. Его смерть и возрождение символизировало сезонное угасание и возобновление вегетации. Божественное бытие Адониса, как это свойственно божествам растительной вегетации, поочерёдно реализировалось в двух областях мифического мира – подземной и надземной. Он был обязан по решению Зевса проводить часть года в Королевстве мёртвых у Персифоны, а оставшееся время на земле со своей любимой Афродитой. Между тем, Вячеслав Всеволодович Иванов и Владимир Николаевич Топоров утверждали, что предшественником славянского Юрия мог быть бог весеннего плодородия Ярила, Благодаря переплетению крестьянского и языческого культов сформулировался сложный персонаж, объединяющий в себе две различные плоскости. Исследовав славянских календарных праздников Ника Курет, выражая свою позицию по вопросу происхождения славянского святого Георгия, который называется «Зеленью Юрий», констатировал, что данный персонаж является субститутом более раннего весеннего божества древних славянцев и, соответственно, древних славян Ярыла и Ярник. Исследователи древней грузинской культуры предполагают, что популярный в их традиции святой Георгий заместил с собой какое-то более древнее божество. Когда-то на его месте мог быть языческий бог Луны или умирающее и возвращающееся божество. При распустывании генетиса святого Георгия предпосылка о различимых в этом персонаже следах первообраза умирающего и воскрешающего божества, которые в течение веков были довольно сильно обесцвечены временем и испытали воздействие более поздних религиозных воззрений. На самом деле заслуживает внимания. Мифоголическая традиция балтов, в первую очередь литовцев и прусов, частично поддерживает возможность и обоснованность подобных рассуждений. Чертами божества рассматриваемого типа обладает и претендирующие на месте предшественника святого Юргеса древние божества балтов, связанные с сезонными чередованиями жизненных этапов Земли, особенно в ее регенерации весной и возвращающимся силами плодородия. Одно из божества, традиционно связано с сиургинес, прусске и литовске бухвестные рассчителинеси пергубрии. Пергубриус, 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 пергубрио, пергубриус. Йонас Малецкис совершенно ясно связывает пергубрию с юргинес. Дем юргинеса обычно приносит жертву пергубрию, который считается богом цветов, растений и всех плодцов. Об этом же свидетельствуют факты, предоставленные литическим писателем-языковедом Штендердом. Пергубриус – это бог весны, который раскрывается все крепко сомкнутые почки, словно бы их высыживает. Его праздник отмечался примерно в то же время, что и нашего святого Георгия. Пергубриус обобщенно связывает рассматриваемое божество с изменением сезонов в течение года. Пергубрию приписывается то, что он участвует в смене времен года. Другое божество, претендирующее место предшественника святого Георгия, прусско- и литовское божество, плодородие Патримпас. Одной из ипостасей Патримпа был Уш. Эта рептилия как раз связывается с землей, ее глубинами и периодами ее раскрытия и закрытия, во время которых змея мигрировала в ту или иную страну, то есть на землю и под землей. Также Патримпас назывался Йори. И это имя, без сомнения, является родственным славянским теанимом Ярыла. Русский Ярыло и белорусский Ярыло восходят к Яр. Слово с данным корнем обычно связано с значением весны и с тем, что непосредственно связано с функцией предоставления плодородия. У славян День Святого Георгия 23 апреля с точки зрения времени было мало удалено от свойственного Ярили, времени празднования 27 апреля. Белорусский фольклорно-этнографический материал свидетельствует, что праздник Ярыловица мог отмечаться во время Дня Святого Георгия или в начале лета, иногда во время Купалы. В празднике содержались магические, аграрные и свадебно-эротические элементы. По мнению Шапаровой, почитание Ярыль у славян было близко к культу греческого умирающего и возрождающегося бога плодородия Дениса. Место происхождения культа этого бога связывается с Фракией, Лидией и Фригией. Весной лидийцы праздновали появление Дениса и представляли, что это время года приходит воскресением божества. Денис по своему происхождению с материнской стороны хтоническое божество. По словам Гесиода, матерью Дениса была семена. Денис каждый год был вынужден на определенное время, вероятно, это связано с периодом зимы, зимнего отдыха, спускаться под землю, где должен был найти свою изгнанную мать Семелу. Она провалилась туда божественной молнией, которую пустил здесь отец Дениса. Путешествие Дениса в подземный мир в поисках умершей матери, чтобы она возродилась для нового сезона вегетации и природного цикла, также означало временную смерть самого молодого бога и происходящее после этого воскресения. В этимологической точке зрения имя Семелы, означающее земля, связывается с индоевропейскими наименованиями земли. Семела, которая, как предполагается, выполняет роль богини земли, сопоставляется с литовским божеством земли, плодородией Жеминой, с точки зрения как этимологического родства имен, так и сферы правления, в центре которой находится земля. Согласно данным, труда притория Жемина была тесно связана с Патримпом. Ее отношение к Патримпу могло быть по гипотетической реконструкции как матери к молодому сыну, богу-плодородию. Однако подчеркиваем, что это лишь возможность. Приторий подчеркнуто представлял Патримпа как божества, весны и плодородия. Говоря о слове Патримпо, следует сказать, что произошло оно из прусского слова «патримпу», которое используется, когда говорят о весне, когда земля отогревается и впитывает влагу, благодаря этому зеленеет и становится плодородным. Понимание Патримпа как бога плодородия земли близко к концепции Жемина, обеспечивающей плодородие земли. Это, вероятно, заметил приторий. Он предоставил проницательное и меткое сопоставление Патримпа и Цереры. В моем понимании этого Патримпа в определенном смысле можно сравнивать с Церерой. Только Церера почиталась как женщина, а Патримп как юноша. Однако, как голова Цереры была корована колоссиями, так и Патримпа. Церера приписывала змея, которой для Патримпа все время в горшке держали ужа. Церера была богиней плодов и плодородия, Патримп тоже. Хотя здесь приторий не говорит о идентичности Цереры с Жемине, однако большинство фиксировавших балтийскую мифологию традиции у авторов это заметили. Бродский, Клайлайн, Фридрих, Патримп, Приторий старший. Таким образом, Патримп и точки зрения сферы господства и выполняемых функций был близок к эквиваленту Цереры с Жемине. Патримп и Приторий принадлежал похожий участок правления. Может быть, Приторий – это одно из версий Бога, контролирующего возрождение природы. Версия, получившая отдельное имя Приторий. Приторий отмечает, что пергубрии отчествовали не только весной, в марте, но и осенью. Дело в том, что весной готовят полю к летнему севу, а осенью надо их обработать для зимнего сева. Кроме того, осенью, закончив работы, они его за это благодарили. Ритуалы Патримп также проводились как весной, так и осенний сезон. Это характерная щита умирающего и возрождающего Бога, представляющий самую живую природу, отражающие его жизненные циклы. Само понятие «умирающий и возрождающий Бог» является условным и определяется в религиоведении для наименования соответствующей категории божества. Можно предположить, что традиции Балтов, связанные с весенним праздником, сохранировали ликты образа божества, относящегося к данному типу. И умирающий и возрождающийся Бог характерен для земледельческих обществ. По своей природе он обычно представляет собой божество вегетации, плодородия. Бог этого типа тесно связан с землей и сезонами года. Он может себя реализировать только в соответствии время года и только поддерживая тесную связь с матерью-землей или с замещающими ее божествами. Поэтому Дионис льнет к своей матери Семели, а тиск к своей любимой великой матери Кибели. Адонис поддерживает связь с проводящей часть года в подземной мире Персифоной. В зимнее время этот Бог не активен, и в этот период он удаляется на периферию, обычно в подземелье. Как представитель мужской божественной силы он может оказываться влияние на землю во время пробуждения природы, отпирая ее, то есть открывает ее тело и создавая условия для появления растительной жизни, для процесса роста растений. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok